Сергей Александрович Есенин Поэма «Чёрный человек» Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен, Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустынным безлюдным полем, Только как в рощу сентябрь омывает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птицы, Ей на шее и ноги маячит больше немочь. Чёрный человек, чёрный, чёрный, Чёрный человек на кровать ко мне садится, Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь, Чёрный человек водит пальцем по мерзкой книге И гнусави надо мной, как на тусопшем монах, Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. Чёрный человек, чёрный, 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 слушай, слушай, Бормочет он мне, в книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, И метели заводят весёлые прялки. Был человек тот авантюрист, Но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, Хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и своею милую. «Счастье», — говорил он, — «есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук Приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в буре, в житейскую стынь, При тяжёлых утратах и когда тебе грустно Казаться улыбчивым и простым Самое высшее в мире искусство. Чёрный человек, ты не смеешь этого! Ты ведь не на службе живёшь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Чёрный человек глядит на меня в упор И глаза покрываются голубой блевотой, Словно хочет сказать, что я жулик и вор, Так бесстыдный и наглый обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен, Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустынным безлюдным полем, Только как в роще сентябрь омывает мозги алкоголь. Ночь морозный, тихий покой перекрёстка. Я один у окошка, Не гостя, Ни друга не жду. Вся равнина покрыта Сыпучей и мягкой звёздкой. И деревья Съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, Деревянные всадники сеют копытливый стул. Вот опять этот чёрный на кресло моё садится, Приподняв свой цилиндр и небрежно откинув суртюк. — Слушай, слушай! — хрипит он, смотря мне в лицо, Сам всё ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов Так бесстыдно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно ещё упоённому дрёму Эльмирику? Может, с толстыми ляшками тайно придёт она, И ты будешь читать свою дохлую томную лирику? Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В их историях нахожу я Историю сердца знакомую. Как прыщавые курсистки, длинноволосый урод, Говорит о мирах. Истекая половой стомы. Не помню, не знаю, в одном селе, Может, в Калуге, а может, в Рязани, Жил мальчик в простой крестьянской семье, Желтоволосый, с голубыми глазами. И вот он стал взрослый, к тому же поэт, Хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину сорока с лишним лет Называл скверной девочкой и своею милую. Чёрный человек, ты прескверный гость, Эта слова давно про тебя разносится. Я взбешён, разъярён, И летит моя трость, Прямо в морду его, К переносице. Месяц умер, Синеет в окошке рассвет. Ах ты, ночь, Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою, Никого со мной нет, Я один, И разбитое зеркало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...